А вместо сердца пламенный мотор, вместо директора компании Volkswagen или народный автомобиль Винтеркорна займет Мюллер, до сих пор делавший вообще не народный автомобиль Porsche. И это результат трансатлантического скандала. Американский институт альтернативных двигателей выяснил, что немецкие моторы хитрили. Некий внутренний датчик отмены понимал, что машина находится на контрольном стенде и показывал уровень выхлопа в десятки раз ниже, чем реальный на дороге. А ведь основой рекламной кампании народного автомобиля были заявления в стиле «Умрите от зависти, какие у нас чистые выхлопы». Volkswagen сразу запретили к продаже по всей в Америке. Руководство концерна извинилось и признало обман. Остальные немецкие автогиганты сразу же заявили, что они не такие. Но экономисты считают, что теперь этот скандал угрожает всей немецкой экономике. Ведь под угрозой теперь чистая репутация всего с пометкой «Сделано в Германии». Мой коллега Антон Верницкий провел свое расследование, почему скандал произошел именно сейчас. Скандал с обманом концерном Volkswagen американских экологических специалистов говорит скорее не об алчанности немецких производителей, хотя это присутствует тоже. Но прежде всего о кризисе всей автомобильной отрасли, причем кризисе технологической. Ирония судьбы в том, что именно Volkswagen, по данным издания Wall Street Journal, истратил в прошлом году на исследования и новейшие разработки больше всех в мире. 17 с лишним миллиардов долларов. Попередив и традиционно вкладывающую в разработки компьютерную корпорацию Intel и крупнейшего швейцарского фармацевтического производителя Roche, вынужденного придумывать новые лекарственные формулы и Microsoft, и Google, примечательно, что в этом списке Volkswagen единственная автомобильная компания. Но вряд ли эти миллиарды были потрачены исключительно на разработку устройства для обмана американских экологов. Вот обычный гараж в России. И демонстрация сразу нескольких способов сделать вид, что из выхлопной трубы ничего вредного не выходит. Зато мощность двигателя повышается в разы. Обманка вкручивается в датчик, который находится после катализатора. Для этого вам всего лишь нужен ключ на 22. И все, готово. Справляться с мозгами компьютеров своих автомобилей наши отечественные умельцы в домашних условиях, судя по многочисленным форумам в интернете, научились за многие годы до того, как обман обнаружили в США. Изучая форумы, по данной теме пришел к выводу, что самая надежная, хоть и дешевая, это механическая обманка. Переходничок такой для датчика. Про обманки я слышал тоже. Пожалуй, это самый оптимальный вариант. Катализатор за счет той же платины снижает токсичность выхлопа на порядок. Стоит около 3000. Но, тем не менее, оправдываться руководству Volkswagen перед экологами из Калифорнии и всем остальным автомобильным миром пришлось. Давайте на чистоту. Наша компания вела себя нечестно с агентством охраны окружающей среды и с калифорнийским управлением по качеству воздуха, а также со всеми клиентами. Как говорят на моем родном немецком языке, мы облажались. Если продолжать, в той же терминологии облажались так, что теперь экономисты говорят об угрозе для всей Германии. Ведь рекордное в истории автопроизводителей одномоментное падение акций Volkswagen на 20% только за первый день после известия об обмане, а в дальнейшем обесценивание компании фактически на треть, куда опаснее последствий греческого финансового кризиса, ударившего по немецкой экономике и даже кризиса с сирийскими беженцами, устремившимися сейчас именно в Германию. Вот почему так обеспокоены немецкие власти. Следует как можно скорее пролить свет на расследование, которое ведется в США против концерна Volkswagen. В свете тяжелой ситуации прежде всего речь идет о необходимости обеспечить полную прозрачность по этому делу. Желание немецких властей придать этому делу полную прозрачность также понятно. Ведь вся эта история с обвинениями началась в США. И очень не вовремя для Германии локомотива европейской экономики. И слишком уж это похоже на запланированную экономическую атаку из-за океана. Всего две недели назад Владимир Путин поблагодарил Volkswagen лично его президента Мартина Винтеркорна за инвестиции в Россию. Концерн пообещал вложить в развитие нового завода по выпуску двигателей в Калуге почти полтора миллиарда евро. Но из-за разразившегося скандала Винтеркорн вынужден был подать в отставку. И вот немецкие автогиганты посыпались один за другим. На неделю упали на 6% в котировке акций еще одной компании BMW. А это уже угроза всей экономике Евросоюза. Подозревая неладное, в защиту немецких производителей включились даже их конкуренты. Министр финансов Франции, страны, у которой своя мощная автомобильная промышленность, прежде всего это машины Renault и Peugeot, предложил все расследовать в Европе, а не полагаться исключительно на мнение Соединенных Штатов. Я считаю, это просто необходимо. Мы должны сделать это на общей европейском уровне. Мы на европейском рынке с европейскими правилами. Это те правила, которые были нарушены в США. Позиция Франции понятна. Множество многомиллиардных штрафов Единой Европе выдержать будет очень сложно. В прошлом году США оштрафовали один из крупнейших французских банков BNP Paribas на 9 миллиардов долларов. За проведение операций со странами, против которых Белый дом ввел экономические санкции. Под угрозой штрафов и компания Total, активно работавшая с Россией. При этом надо понимать, что это далеко не первая история с так называемым Defeat Device или пораженным устройством. А именно так, политкорректно, до суда, который точно должен определить, преднамеренно ли искажались данные или все получилось случайно, называются бортовые компьютеры Volkswagen. Первым на обмане попался именно американский концерн General Motors, но в далеком уже 95-м году. На некоторых моделях Cadillac при тестировании снижались показатели выхлопа. Штраф 11 миллионов долларов. В 1998-м оштрафовали уже Ford почти на 8 миллионов. Практически сразу после этого попалась на отключение системы предупреждения о превышении нормативов выхлопа уже Honda. 17-миллионный штраф. Затем Volvo, Renault, Caterpillar. Общей сложности сумма штрафов с них и других автопроизводителей приблизилась к 85-ти миллионам долларов. Разница с историей сегодняшней лишь в том, что в наши дни речь о сумме штрафа уже не в миллионах долларов, а в миллиардах. То есть на три порядка больше той, что платили 15 лет назад. К тому же в 99-м альтернативы дымному и неэкологичному двигателю внутреннего сгорания не было. И автогиганты, заплатив штрафы, имиджевых издержек практически не понесли. В 2015-му все изменилось. Появилась альтернатива. Уже есть первые автомобили, работающие на электричестве. И лучшие образцы производят именно в США и Израиле. И делают их IT-компании, по сути компьютерщики, то есть те, кто и обнаружил в программном обеспечении Фольксвагена обманывающее устройство. Скандал в Фольксвагене может снизить долю импортируемых машин, а также может подстегнуть местных автопроизводителей пересмотреть свое отношение к дизелю. Впрочем, ни количеством, ни возможностью обслуживать электромобили, прежде всего, это строительство заряжающих станций вместо заправок, их производители пока похвастать не могут. Но это пока. И в данном случае удар, нанесенный из США по Фольксвагену, крупнейшей автомобильной компанией, вкладывающей деньги в науку, нанесен очень точно. Сумма штрафа в 18 миллиардов долларов с точностью совпадает с тем, что концерн ежегодно тратит на научные разработки. Это означает, как минимум, год отставания и потери конкурентного преимущества. В таком случае производителям электромобилей просто грех не воспользоваться сложившейся ситуацией. Антон Верницкий и Марина Доронина, Александр Гусев, Первый канал.